Рассказываю, что произошло с единственной контейнерной площадкой для раздельного сбора отходов, как этот эксперимент проходит в нашем городе. Значит, у нас мусорная реформа провалена полностью в области, то есть у нас нет повсеместного раздельного сбора отходов. Хотя обещают, обещают каждый год, но вот в середине 2021 года поставили контейнерную площадку для раздельного сбора, пропиарились, что вот смотрите, мы собираем раздельный сбор. Что было сделано? Было сделано 5 мусорных контейнеров в 5 боксах, вот в этом месте по адресу Горького 120. И, конечно же, эта контейнерная площадка быстро очень превратилась в свинарник. Почему? Потому что, видите, здесь так же, как на Чехово, я вам показывал в предыдущем ролике, паркуются автомобили. Кстати, здесь можно парковаться, знака запрещающего нет, знак запрещающий там дальше. Но эти два мусорных контейнера сразу оказывались переполненными. Люди из этих контейнеров, ну как бы в эти контейнеры не выбрасывали мусор, стали выбрасывать в другие контейнеры для пластика, стекла и бумаги. И в итоге получилось, что не работает эта контейнерная площадка, она превратилась в свинарник, такой же, как на Чехово я вам показывал. Что сделали? Значит, убрали вот эти вот боксы для бытового мусора, поставили обычные контейнеры для обычного мусора, вот три штуки и там еще четвертый. То есть вместо двух сделали четыре. Ну и вот из этих вот боксов просто поубирали контейнеры. Сейчас в них нет контейнеров вот таких на колесиках, там просто ящики. Но люди выбрасывают, я вам покажу сейчас. Значит, это пластик, и тут действительно пластик. Это бумага, и тут действительно бумага. И это стекло, и тут действительно, видите, стекло. Короче, что значит нужно для того, чтобы раздельный сбор мусора работал? Значит, надо делать отдельные контейнеры, закрытые для стекла, бумаги, пластика, металла и еще чего-нибудь. Они должны быть закрытые. И видите, как здесь сделали? Во-первых, здесь сделали замок треугольный, чтобы бомжи не могли открыть. Во-вторых, контейнерная площадка полностью закрыта. И если ты несешь обычный бытовой мусор, тебе не придет в голову кинуть ее сюда. Потому что легче кинуть ее в открытую площадку. То есть для того, чтобы наши жители, жители нашего города бросали мусор правильно, обычный бытовой мусор, неразделяемый, вот для самых несознательных, надо делать все-таки максимально доступным и открытым. И не делать так, как на Чехово сделали вот ту закрытую контейнерную площадку, которая, в общем, постоянно в мусоре. А если у вас разделяемые там фракции, то надо делать закрытую площадку. Вот и все. Вот такой я вывод делаю из этого эксперимента. Я надеюсь, коммунальные наши власти тоже такой вывод сделают и будут людей мотивировать разделять мусор примерно так. То есть все, значит, разделяемые фракции в закрытые контейнеры, все неразделяемые в открытые контейнеры. Ну, можно сделать крышу какую-нибудь там несложную. Самое главное, чтобы машина могла легко подъезжать, чтобы здесь стоял дорожный знак, запрещающий парковку, чтобы люди могли легко донести, легко бросить, попасть, понимаете. А не так, на крышу кинули, да, и типа мусор выкинули, да.